Всем привет! В этом видео будет мое мнение относительно комфорта использования мотоцикла Yamaha UBR 125 по сравнению с другой мототехникой. Все рассуждения на эту тему основаны только на моем личном опыте владения двумя такими мотоциклами в течение трех сезонов. Начнем с ветра и грязи защиты. У нас имеются вполне хорошие брызговики на обоих колесах. Однако передний брызговик все же недостаточно большой снизу. Он пропускает часть грязи, летящей на двигатель и на ваши ботинки. Это не критичный момент и проявляется он только в дождь. Но если есть желание, то можно приколхозить какой-нибудь резиновый брызговичок. Например, я находил на форумах статьи, в которых люди покупали автомобильные в автомагазинах запчастях и вырезали из них. Автомобильные брызговики. Лично для меня этот момент не критичен и я не заморачиваюсь. Дальше ветровик, морда, лобовое стекло. Морда на мотоцикле защищает от грязи и пыли только приборку. Ездоку она не помогает. Лобовое стекло также весьма маленькое. И не защищает ни от ветра, ни от брызг и дождя. Руки тоже ничем не защищены от грязи. Если есть желание, можно поставить пластиковую защиту рук в стиле эндуро. Собственно все, это вся ветра и грязь защита мотоцикла. Она не сильно помогает в дождь и ноги, даже после небольшой поездки, обязательно будут мокрыми. А после продолжительной поездки вы будете мокрым весь. Поэтому, покупая данный мотоцикл, будьте к этому готовы. И запаситесь спецодеждой. Благо она есть в продаже на любой вкус и кошелек. Для честности, стоит напомнить, что ебрик принадлежит к классу нейкедов. То есть железных мотоциклов почти без пластика. И его ветрозащита в общем такая же, как у других представителей этого класса. Ни лучше, ни хуже. Если для вас при покупке мотоцикла важна ветрозащита, то возможно стоит подумать о покупке скутера или макси-скутера. Так как на большинстве мотоциклов для города грязезащита также очень плоха. Посадка. Пару слов о посадке. Она удобна. Спина почти вертикальна. Чуть наклонена вперед. Ноги вынесены вперед и согнуты почти под прямым углом. Есть некоторые проблемы, связанные с шириной мотоцикла. Так, руки очень узко держат руль. Бак тоже узкий, и ноги не ложатся на него полностью. Приходится их прижимать к баку или ехать так, с чуть расставленными ногами в сторону. Для умеренно рослых водителей посадка весьма удобна. Допустим, мой рост 185 см, и я вполне доволен посадкой. При езде вдвоем посадка водителя не меняется. Не приходится прижиматься к баку, съезжать вперед. Сиденье длинное, вдвоем ездить нормально. Пассажир может держаться за багажник, или, если это телочка, то, конечно, надо сказать, что за багажник держаться нельзя. Что его тут же оторвет, и держаться надо только за вас. Подвеска и ходовая. Сначала опишу впечатление при езде одному. Тут надо упомянуть, что вес у меня около 95-100 кг. Плюс одежда, портфель с инструментами, шлем и так далее. При езде одному про подвеску и ходовую просто забываешь в хорошем смысле. Она понятна, ее достаточно, она работает без каких-то претензий и внимания на себя не обращает. При этом я не могу сказать, что едешь как на диване, вовсе нет. Неровности дороги чувствуются, много на каких дорогах приходится снижать скорость. Но это не сказывается на общем комфорте. Мотоцикл всегда ведет себя одинаково и предсказуемо. И ты получаешь ровно то, чего ждешь. Задние амортизаторы настраиваются, у меня они стоят наполовину, мне хватает. По ходовой и управлению тоже нет претензий. Мотоцикл рулится как велосипед, так же легко и просто. На любой скорости управление легкое. На него так же не обращаешь внимания, стоит немного покататься и мотоцикл рулится силой мысли. Ничего не заедает, не мешает, никаких проблем. Если говорить про подвеску и ходовую при езде вдвоем, то нужно сказать, что она меняется резко в худшую сторону. Проседать на неровностях проще, комфорта становится меньше. В общем, на мотоцикле можно ездить вдвоем, но без особого комфорта. То же самое можно сказать, если вы любите кушать в Макдональдсе, то вам подвески может не хватать. Впрочем, если это так, то вам, возможно, стоит задуматься не о другом мотоцикле, а о велосипеде. Комфорт оперирования органами управления. Дальше я перейду к органам управления. Не буду описывать их назначения, они полностью соответствуют стандартам японских мотоциклов. Если хотите посмотреть, за что отвечают кнопки, видео табуретки на вам в помощь. Мое видео будет не об этом. Я опишу их с точки зрения комфорта использования. Ручные органы вполне удобные и комфортные. Все кнопки расположены удобно. Ручка газа откручивается с небольшим усилием, не заедает. Передний тормоз весьма упругий, но очень информативный и понятный. Всегда работает одинаково, нет провалов. Цепление включается четко и понятно. Момент включения чувствуется хорошо. Пульты не симметричные, сделаны под удобный хват. Кнопки включаются четко и понятно. Но поначалу, когда я сел за этот мотоцикл после скутера, мне не хватало зуммера поворотников. Также не хватает мигалки дальним светом. Приходится переключать ближний дальний большим пальцем. Получается неудобный хват. Еще нет аварийки, а это полезная штука в пробках. Также, как вы знаете, нет глушилки двигателя на правом пульте. Теоретически она может пригодиться, но мне пока не была нужна ни разу за три сезона. Рычаг подсоса расположен не на руле, как на более серьезных мотоциклах, а на самом карбюраторе, очевидно для упрощения и удешевления конструкции. Приноровившись, его очень просто находить, совершенно не глядя. Настраивается он так же просто. Приборная панель. Приборка хороша, все читается легко и просто. Она сама по себе простая, но все, что на ней есть, все сделано удобно. Подвеска включена всегда, когда включен двигатель. Она достаточно ярка, чтобы все читалось в темноту, но при этом не слепит и не отвлекает, как на китайцах, у которых приборки на светодиодах, во-первых, горят быстро, а во-вторых, ими можно слепить пилотов, пролетающих над вами. Цвет подсветки так же приятный. Звук и вибрации. Мотоцикл очень тихий. Звук приятный, без рева, воззывания и стрельбы в глушителя. Двигатель всегда слышно, но он абсолютно не напрягает и не обращает на себя внимания. Причем это от холостых оборотов и до красной отметки на тахометре. Вибрации очень небольшие. Если мотоцикл заведен, это чувствуется, но на комфорте никак не сказывается. Пластик не трещит от вибраций. Лично на моем аппарате при наборе оборотов в одном и том же месте на тех же оборотах что-то звенит в течение полсекунды в районе глушителя. Когда я купил его, думал на клапана и на крепление глушителя. Клапана оказались в норме, и я решил разобрать глушитель. Но в итоге забил, и звук есть до сих пор. Но в принципе наплевать, потому что он меня не напрягает. И я забил в итоге на эту проблему. Багажное место. С местом для багажа у этого мотоцикла все плохо. Сидение откручивается болтами, и под ним места нет. Сбоку под треугольником справа воздушный фильтр, который занимает все место. А слева аккумулятор и набор инструмента. Места там тоже нет. А теперь вопрос, где же хранить свой багаж. Я ношу рюкзак за спиной, и еще один рюкзак у меня висит на месте багажника. Можно воткнуть кофр, но он будет весьма ущербно и непропорционально смотреться на таком маленьком мотоцикле. Можно поставить боковые сумки. На хвосте есть крепление под них. Можно поставить сумку на бак. В стоке есть багажник. На него можно класть и крепить разные вещи. Можно использовать сеточку. Кстати, сетки 40 на 40 сантиметров маленькие. Я советую вам брать только сетки 40 на 70 сантиметров. Небольшую тряпочку можно положить на приборку под лобовое стекло. Вы можете видеть ее в почти каждом моем видео. Я использую ее, чтобы протирать визор шлема от пыли, а в дождь от воды. Подведу итог по комфорту мотоцикла Yamaha UBR 125. Ветрозащита 2 из 5. Ее почти нет на мотоцикле. Посадка 4 из 5. Вполне комфортная. Подвеска и ходовая я поставил 3 из 5. Одному все нормально, но вдвоем ее не хватает. Комфорт оперирования органами управления 3 из 5. Такая низкая оценка, потому что нет кое-чего полезного. Мигалки дальним и аварийки. Но все что есть, все сделано хорошо и комфортно и удобно в использовании. Комфорт приборной панели 4 из 5. Есть не все, но все что есть, работает хорошо. Звук и вибрации 5 из 5. Никаких проблем. Багажное место 2 из 5. Ничего в стоке нет, но можно выйти из положения разными способами. На этом у меня все. Надеюсь это видео было полезно для вас. Чтобы не пропустить новые видео, не забудьте подписаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok